Кенкель 111 Х-16. Самолёт с, пожалуй, одной из самых больших бомб после П-8. Это 2,5 тонны. Да, в два раза меньше, чем у П-8, но всё ещё охренеть, какая большая бомба. И будет интересно на нём попробовать полетать и посмотреть, на что способна эта малютка. Единственное, что меня очень сильно смущает в данном самолёте, это то, что скороподъёмность 3,8 метра в секунду, минус 4,1 с этой бомбой. То есть он что, летать с ней не сможет, что ли? Короче, предлагаю это всё дело проверить вместе с вами. У него даже есть какое-то оборонительное вооружение, которое, может быть, нас спасёт и, может быть, даже не раз. Но отправляемся в бой и посмотрим на практики. Да, взять этот Хенкель задача, мягко говоря, непростая, очень. Потому что он требует почти 800 очков возрождения с этой бомбой. Ну, собственно, такие же проблемы получаются, да, у данного аппарата, как и у П-8. Что любые огромные бомбардировщики требуют к себе повышенного внимания. Ну, нет, ну, вроде высоту-то он как-то удерживает. Это всё, конечно, нагониво. Теперь вопрос в другом. А куда эту бомбу вообще можно скинуть? Учитывая, что она всё-таки слабее, чем у П-8, вот настолько на Абум, наверное, не кинешь. Ну, на респаун она одна, причём. И не сказать, что этот бомбардировщик какой-то мега-быстрый. 300 км в час, классика для бобров, видимо. Да и в целом, на самом-то деле, модификацию этих Хенкелей прям как грязи. Стоит ли мне пытаться на респаунд скидывать? Ну, наверное, стоит. Не то, чтобы у меня есть какие-то варианты, но я там вообще никого не вижу. Может, кто-то появится к этому моменту. Как я захочу туда скинуть эту бомбу. Нет, никого не появляется. О, 400 км в час это уже всё, да, для этого самолёта предел. Он будет на меня нападать, мне интересно, вот этот то ли бобёр, то ли кто? У меня во лбу 20-мм пушка. Турель, точнее, с двадцаткой. Неужели это бобёр-каннибал, который требует некоторой аккуратности? Но, а как я вообще не попал? Обожаю эти немецкие пушки. С их великолепной точностью. Ну, точнее, баллистикой. Баллистикой говна, приблизительно брошенного рукой. Возвращаемся обратно. Всё ещё никого нет на респауне. Где все противники? По кому мне кидать мою огромную бомбу? Я вижу только здесь кого-то, но он, скорее всего, один. Ну, ладно, один так один. Точку А забирают? Нет. Он на меня решил зайти теперь, да? Мне кажется, я сейчас сам себя убью. Этой бомбой. Вот он стоит. Ну и ладно. Наплевать. Пошла, родная. Бам. А тут стояло две сутулых псины. Су-57. Они маленькие, их не видно. Но я спустился достаточно низко и конкретно так покоцал себе самолёт. У меня утечка масла и всё остальное. Ладно, я понял. Если ты находишься на отметке 300 метров и ниже, то, скорее всего, этой бомбой ты уничтожишь сам себя. Но, ой, как красиво там выглядит воронка от взрыва. Теперь на ту позицию, я так полагаю, никто, в принципе, подъехать не сможет. Потому что они просто провалятся в эту воронку и из неё не выкрупкаются. Ну, ладно. Зато летит. Максималка, конечно, невысока. Но с другой стороны, да и ладно. У этого самолёта есть и другие бомбовые загрузки с тысячекилограммовками. Или 8, например, по 250. Но 8 по 250 для этого бобра, опять же, нормально, но не для совместных боёв. Хочешь идти ломать базы? Да. А вот в совместных боях ты просто нормально не наведёшься 250-килограммовкой, которой нужно филигранное достаточно попадание. Тысячекилограммовки, наверное, да, если они уходят по одной. Но всё-таки, если хочется делать вот такие мультикилы, то мне кажется, ничего другого, кроме этой 2,5 тонки, брать и нет смысла. Интересно, смогу ли я вообще посадить этот самолёт. Потому что управляется он, не сказать, что прям как-то мега хорошо. С другой стороны, меня волнует ещё и другой момент. Это, возможно, самолёт из разряда как ЕР-2, который банально не взлетит потом. После того, как ему сейчас подвесят 2,5 тонны, которые для него делают вот эту самую скороподъёмность отрицательной, типа. Сейчас будем проверять самый главный и интересный момент. Ну, ЕР-2, ладно, вы меня упросили. Я всё-таки сделаю видео по ЕР-2, наверное, когда-нибудь. Возможно. Но проблема в том, что да. Если этот самолёт такой же, что он не может взлететь с бомбой, ещё раз, то это, конечно, мем. У ЕР-2 проблема в том, что у него нет крупных бомб. Там, по-моему, однотонна, это максимум. Да, их много может быть, но тем не менее. Так, момент истины. Вот она, эта адская бомбина. Разгоняться мы вроде бы разгоняемся. Хватит ли нам полосы? Ну, нет, хватит. Я думаю, нормально. В отличие от ЕР-2 это должно взлететь. 150, 170. У него должна быть скорость отрыва от земли. Да, 160 отрывается. Слушайте, ну нормально, нормально, нормально. Он и скорость набирает, и высоту. Ну, не быстро, прям вообще не быстро. Но, с другой стороны, он с этим справляется. На форсаже. И без форсажа, в общем-то, тоже кое-как. О, мягкая посадка, я смотрю. Мне почему-то что-то говорит о том, что вряд ли его починят. Хотя, кто его знает, может и починят. Эта игра бывает удивительной. Но мы уже банально не успеваем долететь. На этом самолёте возвращаться за бомбой нет никакого смысла. Ты не можешь второй раз набрать высоту и скорость для того, чтобы тупо долететь до поля боя. Но мы проверили. Так что вдруг, если будут какие-то затяжные прям мега бои, то на нём можно будет ещё раз вернуться за бомбой. Хотя это прям такое себе. Опять же, как и П-8. Сбросил и пошёл на чём-нибудь другом летать. Там вот есть авиации. Может, они на меня как-то захотят зайти. Мы попробуем ещё раз. Там вон причём трое их, по-моему. Да, вот раз, вот два и вот три. Я уже подлетаю. Мы ещё просто имеем некоторые очки. У противника ещё полкоманды. Давайте проверим живучесть самолёта. Я не думаю, что она супер какая-то мега хорошая. Ну, может быть, они захотят на меня зайти. Я их с пулемёта ратата. Тем более, тут есть крупнокалиберный один пулемёт МГшка. Не самый, наверное, мощный, но... Тем не менее, крупнокалиберный жиж. Несколько мелкашек. Слушайте, а это, по-моему, тот же самый чувак. И всё ещё живой. Он на меня собирается заходить или нет? Я его тут не вижу. Так, всё, у меня мёртвая зона. Где он там сверху надо мной? Ну-ка, иди-ка сюда. Он... Это какой-то штурмовик, бобрищик, а не болище. Он пытается меня вшатать. Пулемёты, давайте, работаем. И истребители на меня заходят. А, всё, все турели сдохли, я понял. Понятно всё по поводу Хенкеля. И его возможностей по воздушной обороне. Никакой обороны. Вся твоя оборона — это смерть. Ну, давайте бомбу скинем. Просто, может, кого-то зацепим. Пошла, родная. Они достаточно низко. Атака! Бом! Бомба падает? Нет? Они сбили бомбу? Нет, нет. Просто они... Она улетела далеко, ну... Короче, я понял. Лучше не попадаться на глаза истребителям. И бомба недостаточно серьёзная, чтобы... Надо было ниже спуститься, я понял. Обязательно попробуем, как мне в следующий раз, если представится возможность. Ну, а так, в целом... Ну, ладно. Мы всё проверили в этом бою. Давайте дальше уже просто веселиться. Погнали. Так, ну что ж, попробуем ещё разок. Здесь у нас есть очень-очень хорошая штука. Одна точка называется. Скорее всего, вокруг неё и будут толпиться все. Причём на таких боевых рейтингах собираются действительно большие бои. Так что сейчас, вполне вероятно, наши две с половиной тонны куда-нибудь хорошенько так упадут. Главное, чтобы меня до этого не перебили. А меня могут, потому что вон у них уже есть какая-то авиация. А как мы помним, живучесть стрелков на данном самолёте, ну, это такое. Очень эфемерная. Не слишком существующая. Как вот они умудряются точку терять, когда они прямо на точке же стоят? С ума сойти. Блин, у них ещё и есть самое главное и отвратительное. Слушайте, я могу прямо на респаун бахнуть. Кто не уехал, тот не прав. Вот и всё. Так, главное мне дотянуться как-то. Смогу ли я? Смогу, думаю. Давайте. Пошла родная. Бэм. Две с половиной тонны. Красиво летит. Ага, прямо на меня заходит самолёт. Не могу я последить за бомбой. Давайте-ка найдём, где он там. У меня стрелки, разумеется, не работают, потому что зачем? Как говорится, стрелки не нужны. Какая-то одна зенитка, видимо, там осталась. А это Ил-2, что ли, или что? Критические повреждения я ему нанёс. А дальше мне нанесли критический отрыв хвоста. Да, это был Ил-2, и пулемётами было не очень-то полезно. Короче, не надо было с ней, в принципе, завязываться. Можно было оставить автострелков и просто пытаться отманеврировать. А я бы не улезел. Никак. Ил-2 такое сжирает без проблем. Ну, блин. Бомба забрала одного. Ну, тут хрен знает. Они вон уже около базы. Кто там на респе не уехал, тот и не уехал. Короче, кому-то не повезло. С другой стороны, прикольно. Можно просто вслепую кидать куда-то в область, и кого-нибудь, да, наверное, заберёшь. Ну, ладно. Давайте в следующий бой. Так, ну что ж, ещё одна попытка реализовать эту 2,5 тонку. Ну, могу сказать одно. П-8, конечно, никто не переплюнет. И делать минус 4 одной бомбы, здесь задача, ну, крайне, крайне, крайне непростая. Потому что нужно иметь скопление техники где-то в конкретном месте. А что-то техника-то не особо-то обычно хочет скапливаться тогда, когда тебе нужно. Там вон авиации миллион. Опять какой-нибудь Ил-2 прилетит, и до свидания. Наши по итогу ещё всех вон поубивали, и здесь вот на классических местах не особо-то и много осталось врагов, что не есть супер хорошо, потому что куда скидывать теперь бомбу, мне абсолютно не ясно. Вон та зенитка, которая сейчас заливает, она же просто сдохнет до этого. И какой смысл мне туда скидывать бомбу? Здесь вот наши и там едут, да? Да, ладно. Пошла, родная. Куда-нибудь да попадёт. А куда, уже не важно. И нам надо разворачиваться и двигать за новой бомбой. Вот она летит, 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 а тут нет никого. Отлично. А, ну кто-то был, смотри-ка. Какую-то зенитку снесло взрывом, которая там... Вон она где. Где взрыв и где зенитка стояла? Аж внутри там, за зданием. Тоже непонятно, как её зацепило взрывной волной, но как-то, видимо, зацепило. Ну и ладно. Погнали отсюда. Или остаться повоевать с истребителями. Но что-то мне подсказывает, что для меня это очень быстро и плохо кончится. Тем более тут вон филд хотя бы относительно близко. Давайте попробуем. Не сказать, что у этого самолёта есть много шансов потом взлететь, долететь и разбомбить, но, блин, ну вот. Вся история, походу, будет... Короче, с точки зрения эффективности самолёт фигня полная в такой конфигурации, потому что, ну, это бессмысленно. П-8-то фановый, по большей части, не вот уж мегаэффективный. А это... а это вдвойне. Ну, потому что бомба гораздо слабее. Хотя и ничего такое. Но, блин, два фрага сделаешь уже хорошо, а два фрага, ну что это в разрезе эффективности? Вон, Ил-2 возьмёшь и набьёшь шестерых за один вылет. Так что нафиг оно надо, не совсем понятно. Но весело может быть, если вдруг повезёт где-нибудь найти много целей в одном месте. Но вот здесь, например, не повезло. Все куда-то разъехались, хотя команды огромные, пожалуй. Но всё равно что-то так не получается взять и сразу уничтожить пятерых-десятерых. Интересно, кстати... Нет, не летят, да, они за этим? За Фридрихом. Просто как вороны кружат, мы там потихонечку проигрываем. Высоту набирать на нём, конечно, вообще невозможно, когда бомба подвешивается заново. Он там 200 с копейками жмёт километров в час. То есть ты просто тратишь так много времени на... Разгон. На набор высоты. П-8, по-моему, побыстрее. Но у него и БР другой, понятно, очевидно. 4.3 от 3.0. 3.0 ведь? Да, 3.0. Под него зато сетап великолепный собирается. Но смысл его здесь отсутствует. Потому что у немцев есть, ну, гораздо более эффективные штурмовики наземной техники. Там, неважно кто они, истребители или штурмовики, те же самые, опять же. Или бобры. Вон, юнкерсов можно просто набрать. Они и дешевле, и у них тоже есть, вон, 1000-килограммовая бомба, если надо, в скопление дать какое-нибудь уж совсем плотное. И у них даже курсовое вооружение есть, хотя и фигня фигнёвая. Ну, а на самом деле, по-моему, есть 110-е. Есть бомбы, по-моему, даже на том же условном Фридрихе. Фридрихе. Покевульфы, по-моему, по БРу выше идут с подвесным вооружением. Короче говоря, мне кажется, есть варианты. Углы ещё, блин, обстрела не самые хорошие. То есть всё, что сверху на него заходит, оно его убивает. У него зато есть пулемёты, которые вбок торчат. Очень полезно. Нет. Но при этом пулемёта, который мог бы в верхней полусфере нормально работать, у него нет. Вот только сзади он обстреливает в очень узкой... В очень узком диапазоне. Короче говоря, для своих... Куда он вообще летит? Возможно, для своих целей в реальной жизни всё было ок. В плане его защищённости. Но в игре, конечно, хрень полная. А у меня не работает двадцатка. Тут настолько узкие углы наведения, что... Нахера вообще она нужна, если она стрелять-то никуда не может? Я не понимаю. Ну, короче, вот. Всё. Второй вылет на этом самолёте просто забудьте. Вы тратите своё время в унитаз. Проще башкой об стену побиться, чем на нём пытаться за второй бомбой вернуться. А тут один сброс, повеселился, всё, пересел на что-то другое. Всё понятно, всё круто. Ну, давайте ещё разочек или два попробуем на нём что-нибудь поймать этой бомбой. Так, ну что ж, взяли снова. Мы этот бардак летающий. И я даже не знаю, куда мне... Куда мне скидывать-то? Тут вообще есть по кому кидать эту бомбу? Опять вот одна единственная цель. Его, наверное, убьют ещё до того, как я что-то смогу сделать. Ну, давай. Стреляй, стрелок. Я вот держу оптимальные углы для того, чтобы эта двадцатка стреляла, но вот она два раза пукнула, и всё, и больше не пукай. Причём не вот уж я как-то мега активно, чтобы маневрировал. Вообще них вина не делаю. Ну, как говорится, автоматические стрелки для того и автоматически, чтобы не стрелять. У них команда дана. Они не стреляют. А, ну и меня сейчас зенитка сожрёт. Отлично. А, это даже не зенитка. Отлично. Держи, свою бомбу заслужила. Бам! Минус два на респауне. Всё-таки я дождался. Там Л-62 анти без брони. И вообще сделано из фольги и грязи. И М-10 тоже без брони. Поэтому, да, их зацепило. Вот они. Вот эпицентр взрыва. Вот они тут стояли. То есть, как бы, чё-то как-то, да. Какой-то урон был нанесён. Так, ну я не пойду за бомбой. Все мы уже всё поняли, что это просто трата времени впустую абсолютно. Надо попробовать пострелять, что ли. А по кому стрелять-то? Я вообще могу попасть по нему? О, критические попадания. Нифига себе, я ему крыло отломил. Правда, он дальше летит, потому что кусок крыла не является уважительной причиной для того, чтобы... Вообще, он просто... Нахрена тебе сбоку пулемёт, если ты не стреляешь ни вбок, ни вниз, ни вверх, никуда? Господи! Какие отвратительные углы обстрела у пулемётов у этого самолёта. Нахрена их столько пихать, если они в принципе не работают? А, тупость, конечно. Хотя, может быть, мне их просто всех повыносили, эти зенитки, которые там появились. Ну, донесут. Ладно, двоих, нормально. Давайте ещё раз попробуем. Так, ну, давайте попробуем ещё разок. Две с половиной тонны куда-нибудь относительно интересно отправить. И вроде карта небольшая. С одной точкой. Ещё опять же. Ну, тут захват. В общем, они могут где-то скруздиться прям толпой на одном примерно месте. И вот туда надо заслать. Вот туда. Вот как раз они там стреляют прям активно. Может быть, это то место, которое позволит нам заработать много фрагов. Или вот лучше туда скид. Я не знаю. Я уже понял одно. Ну, тут не настолько большой радиус разлёта осколков и какой-то возможности поражения, чтобы я мог сделать много фрагов. Как ни крути. Мне кажется, два это максимум. Вот сюда скинуть, что ли? Ну, тут один он, наверное, стоит вообще. Да пофиг вообще. Скидываем туда, куда скидывается. Ловите бомбу. Это ваше. Бэм. Минус три. Ай, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Всё-таки они сгруздились здесь. Сарк, Шерман и М3. Хорошо. Ну, в общем, да, этой бомбой можно сделать минус два, минус три. Вон они все относительно рядышком были. Но всё-таки, с точки зрения эффективности, это, конечно, херь полная. Вот когда троих ты уничтожил, ну сколько это вот должно вести? Раз в пять, в десять боёв ты уничтожишь троих, четверых. И то, если повезёт. Как по мне, конечно, эффективность этого самолёта оставляет желать много-много-много-много лучшего. В чём, как бы, прикол? Ну и вот зенитка появляется, да? Я специально спустился пониже. Бам. Понятно. Хотя при этом мы сохраняем, кстати, некоторую управляемость. Даже при таких повреждениях. Забавно. Но стрелять он сам не будет вообще. Ну, по наземке он, в принципе, и не должен. Да и у секторов обстрела нет вниз. Ну, то есть я не могу работать по наземке вообще никак. Хочешь ты, не хочешь пострелять. Ну, у него просто нет секторов обстрела. Вот сзади чуть-чуть и спереди прям вот каплюшечка вот сюда, вот в упор. Короче, такое себе. На П-8 веселее. У него хотя бы оборонительное вооружение более солидное. А это... Ну, это прям... Хрень на постном масле. Если подводить какие-то итоги, то, возможно, Хенкеле 111-й норм, как бомбардировщики где-нибудь в воздушных боях, базы бомбить. Загрузка же одной двух с половиной тонной бомбы его даёт нам... Да практически ничего она не даёт, на самом деле. Сам самолёт неудобный, довольно тихоходный. Да, он вроде как-то иногда переживает попадание, но в целом это просто-просто бобёр. Таких миллиард. И интерес игры на нём примерно ноль. Вообще никакого прикола играть на данном пепелатце. Но, тем не менее, вот есть какая-то уникальная черта. При том, что действительно этих 111-х Хенкелей у них тут раз, два, три. Ещё, наверное, есть какие-нибудь аналоги у них. Ну, то есть, бобров как грязи одинаковых. И этот 111-й, ну, действительно, то же самое, что и всё остальное. Вот, на нём другую загрузку надо брать бомбами, потому что они есть, он там, не знаю, вот что-то такое. 8-250 и базы бомбить, или вон что-то такое хотя бы. А это фигня полная. Ладно, надеюсь, было интересно понаблюдать за такой уникальной техникой. Увидимся с вами уже в следующих видео. Может быть, что-то окажется не таким раздутым в плане инфоповода, но интересным в плане геймплея. Всем удачи и до новых встреч.